Здравствуйте! Вы смотрите программу «Реальные кадры». С вами Мария Шматкова. В культурно-спортивном центре «Мечта» в последнее время произошли колоссальные изменения. А вот какие сегодня мы обо всем подробно расскажет заместитель директора Елена Засько. Здравствуйте, Елена Александровна! Здравствуйте, Мария! Рада вас снова видеть. Елена Александровна, изменилась концепция культурно-спортивного центра «Мечта». Вот в чем ее изменение? Что нового вы сегодня предлагаете для всех горожан? Здравствуйте, Мария! Еще раз здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы рады приветствовать вас у нас в культурно-спортивном центре «Мечта». Но если вы позволите, я начну с истории «Мечты». В этом году нашему культурно-спортивному центру 32 года. Это целая большая жизнь большого коллектива. И наша основная задача не столько переделать мечту, сколько продолжить те традиции, которые были заложены изначально 32 года назад. Когда мечта строилась, здесь были предусмотрены условия для развития творческих способностей, спортивных способностей. Были созданы условия для горожан, чтобы они приходили, и каждый из них находил для себя что-то свое. И вот сейчас мы только продолжаем, основываясь на тех традициях, которые были заложены старожилами, продолжаем и развиваем нашу мечту. Но горожане могут видеть не только внешне изменилось, как и меняется мечта, но самое главное, как она внутренне, концептуально меняется. Безусловно. То есть как меняется ее пространство. Безусловно. Полтора года назад пришла новая команда, во главе которой стал генеральный директор Большаков Игорь Александрович. Он привел сюда свою команду единомышленников. И была принята концепция развития культурно-спортивного центра «Мечта» как центра семейного досуга. И если вы обратили внимание, то все наши коллективы и наши партнеры, которые сегодня располагаются на территории нашего центра, так или иначе связаны с семьей. Это особо приятно и особо важно, чтобы каждый горожанин нашел здесь для себя что-то важное, независимо от того, два ему года или 82. Ну, наверное, за эти годы о мечте нет, наверное, ни одного человека, не только в нашем городе, но и в районе, который бы не слышал об этом заведении. И судьба которого не была бы как-то тем или иным образом связана с мечтой. Я соглашусь с вами. Действительно, на протяжении 30 лет были разные этапы в развитии мечты. Были взлеты, были другие периоды. И вот сейчас мы все-таки хотим возродить былую славу мечты, чтобы это место стало любимым местом для наших горожан. Какие основные направления сегодня охватывает мечта? Ну, я бы хотела сказать, что сегодня семья мечты – это более 20 коллективов, которые тесно взаимодействуют между собой. Это творческие коллективы, образовательные организации, спортивные организации. Мы не можем не сказать о нашем старейшем коллективе. Это центр детской песни «Ладушки», которому в этом году исполнилось 30 лет. Также более 20 лет в этих стенах находится центр детского развития «Сказка». И многие журители приводили сюда своих детей. Кто-то приводит сейчас сюда своих внуков. И отрадно отметить то, что этот центр идет в ногу со временем. Вы знаете, что с теми же детскими садами на территории Одинцовского района существуют определенные трудности. И вот как раз такие центры, как Центр детского развития, раннего развития «Сказка» помогают решить вопросы подготовки детей к школе. Из новых организаций, которые тоже влились в эту дружную команду, можно отметить Центр магистра и Центр ментальной арифметики, где тоже идет подготовка дошколят к школе. Из творческих коллективов хотела бы сказать о шоу-балете «Маринка». Им в этом году 28 лет. Это тоже большой, весомый такой вот возраст. Но несмотря на свой возраст, они очень мобильны, современны. И коллектив потрясающий. От маленьких до самых больших. Поскольку у них есть студия для взрослых девушек, для тех, кто следит за своим здоровьем. Мы приглашаем на их занятия и на их концерты. Из коллективов, которые вошли чуть позже, хотелось бы сказать о образцовом хореографическом коллективе «ТОТ». Это тоже своеобразный коллектив, который всегда является украшением любых мероприятий. Но совершенно недавно, в прошлом году, в коллектив «Мечты» влился творческий коллектив, самобытный коллектив, танцевальная студия «Красная звезда». Им в этом году 25 лет. Очень много у вас юбиляров. У нас очень много юбиляров, да. Елена Александровна, ну, я так правильно понимаю, что эти все направления, они не только развиваются своим, да, идут путем, они еще все вместе взаимодействуют. И вы проводите общие мероприятия, где каждый трех тип участвует или вкладывает частичку своих сил в организацию. Безусловно. Дело в том, что ни одно мероприятие, которое проходит здесь в «Мечте», невозможно было бы провести без взаимодействия коллективов между собой. И ярким подтверждением там является наш проект, который называется «Интересная среда». За каждой интересной средой стоит дружная работа организаторов и их помощников. И суть проекта заключается в том, чтобы сделать жизнь в «Мечте» разнообразнее. И независимо от того, это ребенок или взрослый, чтобы он вынес из этих мероприятий что-то для себя. Вот первое мероприятие, которое было проведено в рамках этого проекта, была встреча с космонавтом, героем России. И направлено оно было, конечно, больше всего на детей. Но тем не менее, и взрослые подчеркнули от общения с героем России массу интересного для себя и полезного. Следующее мероприятие, которое проходило, это основным организатором. Был детский театрик «Сверчон». Помогали также многие коллективы, которые находятся на территории «Мечты». Это была творческая встреча. И каждую среду на нашей площадке мы планируем проведение новых и интересных мероприятий. Будь то образовательный квест, или мероприятия, связанные с языком, или мероприятия, связанные с досугом старшего поколения. Мы будем стараться для наших посетителей сделать жизнь в «Мечте» разнообразной, а пребывание здесь комфортно. Но то, что касается пребывания, вы об этом тоже позаботились. Сейчас в «Мечте» работают сразу несколько кафе. И здесь, пока родители ждут детей, которые занимаются в разных студиях, они могут провести время за чашечкой кофе и даже поработать. Можно видеть в кафе, как сидят папа и мамы с ноутбуками, и абсолютно не отрываются от рабочего процесса, в то же время ждут своих детей. Вы правы, Мария. Мы действительно постарались создать условия для наших посетителей комфортными, чтобы действительно они могли и пообщаться за чашечкой кофе, и в то же время поработать. У нас сейчас три кафе. Первое кафе, которое встречает посетителей на входе, это «Полтора батона». Сейчас мы находимся в замечательном месте. Это семейное кафе «Мечта от Невредца». И наше кафе, которое более долго находится на территории мечты, это «Мечта М», сейчас находится в стадии преобразования. Там ремонт, если вы заметили, оно тоже будет отличаться от того кафе, которое вы видели буквально год назад. Там тоже будет очень уютно и комфортно. Вы действительно стараетесь делать это пространство и организовать его так, чтобы всей семье здесь было максимально комфортно, и приходили сюда жители не на один час, это точно. Это точно. То есть могли провести здесь практически целый день или все выходные, не только узнать что-то новое, а именно с пользой провести и интересно это время. Мы стараемся, чтобы здесь действительно было уютно и комфортно всем. И независимо от того, пришла мама с одним ребенком или с двумя, чтобы ей было удобно, у нас организована комната матери и ребенка, где она может спокойно, отведя одного ребенка, заняться своим матчем. У нас есть детский центр, в котором удобно поиграть, пока старшие дети занимаются в кружках или секциях. У нас есть замечательный магазин «Букстоп», где можно приобрести книги для детей и почитать. Мы действительно стремимся создать условия комфортного пребывания для посетителей и для руководителей кружков и секций. Отдельно я бы хотела сказать про спортивное направление. Вы знаете, детская, юношеская спортивная школа «Выбор Одинцова» представлена у нас в мечте секции художественной гимнастики, которая много лет занимается в нашем спортивном зале. Кроме того, секция каратэ, всесоюзный институт «Сютакан», более 20 лет располагается здесь, на территории мечты. Но в этом году к нам, в нашу дружную команду, влились другие направления, как то, например, Всероссийский центр «Капаэра». Это что-то среднее между спортом и искусством. И в этой секции занимаются как взрослые, так и дети. Приходят всей семьей. И для нас это особо ценно и важно. Точно так же, как приходят всей семьей в секцию хатка-йога. Оздоровительные группы для людей более взрослых работают у нас 4 раза в неделю, в утренние часы. Мы ждем вас приходить, пожалуйста. Елена Александровна, очень интересно. Давайте пойдем посмотрим. Куда вас ждем? И понаблюдаем за тем, как занимаются ребята в ваших студиях. Пойдемте. Пойдемте. Елена Александровна, я вижу там табличку, написано «Обменяшки». А здесь огромное количество разных игрушек. Что это такое? Ну, вот как раз идея семейного кафе была в том, что каждый, видели, что каждый ребенок зачастую приходит со своей игрушкой. А дома скопилось большое количество игрушек, которые уже, кому надоели, а кто-то вырос. И не знают ли, куда их деть. Кто-то отвозит на дачу, кто-то оставляет в подъезде, кто-то раздаривает друзьям и знакомым, а кто-то? А кто-то приносит в кафе «Мечтать не вредно» и меняет свою игрушку на другую, которая ему понравилась. В кафе «Мечтать не вредно» объявили конкурс на лучшие названия. В конкурс выиграли две сестренки, которые придумали название всему вот этому процессу. Он называется «Обменяшки». Приходите к нам, приносите свои игрушки и забирайте те, которые вам понравились. Мне кажется, прекрасная идея. Я думаю, судя по количеству игрушек, здесь они, во-первых, надолго не задерживаются. Не задерживаются. Ну и тут постоянный круговорот. То есть принимайте игрушки всегда. Принимаем игрушки в обмен на то, что вы заберете какое-то свое. Но можно принести и просто в качестве дара. Елена Александровна, куда отправимся дальше? Я предлагаю пройти в фойе, посмотреть комнату матери и ребенка. Пойдемте. А это из Елены Александровны комната матери и ребенка, правильно? Да, это комната матери и ребенка, которая, по нашему мнению, просто необходима была именно в центре. Потому что большое количество мам, которые приходят с маленькими детьми. С грудничками совсем, их нужно и покормить, и переодеть. Да. И вот была создана вот такая вот комната. Она небольшая, но очень удобная. Давайте сюда снять. Здесь есть все, дети. Здесь есть все необходимое. Здесь есть умывальник, есть пеленальный столик, столик для кормления, диванчик для мамочки. Ну, в общем, все условия. Мне кажется, эта комната пользуется спросом. Елена Александровна, мы поднялись на второй этаж. Мне кажется, что в этом месте было кафе когда-то. Право, здесь было кафе, но мы поняли, что у нас площадей недостаточно для новых направлений. У нас появилось новое направление. Это театральное, была необходимость в новых хореографических залах и в образовательных организациях. Пойдемте. Да, давайте посмотрим. То есть это пространство было полностью перестроено? Да. Абсолютно верно. Это наше новое направление – ментальная арифметика. Ну, это как раз то, о чем вы говорили, да? То есть это одно из новых образовательных направлений, которые появились в КСЦ «Мечта», причем на месте кафе. Абсолютно верно. Теперь здесь просторный класс, где дети учатся. Что делать учитесь? Ментальной арифметики. Учитесь считать. Счеты? Как тут все у вас? Очень интересно. Покажете, как считаете? Давайте. Как же вы считаете? Здравствуйте. Какое тут интересное пространство. Это у нас театр. Святая святых. Царство Мельпомена. Здесь у нас располагается детский театрик «Сверчок». Здравствуйте. Здравствуйте. Что-то сейчас театральная студия репетирует, да, Мария? Наготовитесь к отчетному концерту? Да. Это пространство тоже появилось не так давно, да, Елена Александровна? Это вот как раз тоже вошло в реконструкцию кафе, которое вы видели. То есть здесь немножечко просто с другой стороны мы с вами вошли, но это тоже... То есть получается расширилось образовательное пространство, расширилось творческое пространство за счет того, что кафе было закрыто, было отремонтировано помещение, разделено на разные пространства и здесь уютно разместились абсолютно разные коллективы. И появилась возможность привлечения новых направлений к нам в мечту. Мы очень признательны, что эти коллективы пришли к нам, нам с ними хорошо. Ну, получается, благодаря привлечению этих коллективов сюда привлекаются семьи, потому что они, каждый член семьи может найти что-то для себя. Кто-то заняться спортом, кто-то творчеством, кто-то может быть вообще развить в себе новые таланты и научиться считать необычным способом, как мы только что это наблюдали. Ну что, отправляемся дальше? Да. Мария, год назад у нас появился первый опыт выставочной деятельности. Детская школа искусств и классика в наших стенах провели впервые за 50 лет свою первую выставку. А следом откликнулся Союз художников Подмосковью и разместили свои работы. А вот сейчас персональная выставка члена Союза художников Подмосковья Евсеевы Натальи Феликсовны, которая руководит детской студией «Я художник». Получается, пространство мечты становится выставочным пространством в том числе. Да. То есть сюда могут на эту выставку прийти все желающие. То есть любой житель, любой гость города Одинцова может прийти насладиться искусством. Да. Прекрасные картины, прекрасные работы. Когда будет новая выставка? Как часто будут меняться авторы? У нас с Союзом художников Подмосковья есть понимание в обновлении экспозиции и договоренность о том, чтобы они ежегодно не менее 10 раз в год делали обновление выставки. Елена Александровна, мечта это все-таки культурно-спортивный центр. Вот мы сейчас находимся в спортивном зале. Огромное количество девчонок, которые занимаются художественной гимнастикой. Это, наверное, одно из таких приоритетных направлений. Абсолютно верно. То есть это святая святых детской юношеской спортивной школы «Выбор Одинцова» секция художественной гимнастики. Мы дорожим ими. Это наши маленькие звездочки, которые постоянно участвуют во всех мероприятиях. Они яркие представители своего вида спорта не только на региональных, но и на областных, на федеральных мероприятиях. То есть мы гордимся тем, что в наших стенах нашли свой дом детская юношеская спортивная школа. Хочется сказать, что «Кость и мечта» это дом для всех, для всех жителей города, района. Да. Но если вы обратите внимание, вон там, на стене, есть такой иероглиф. Это место не только в художественной гимнастике, но и каратэ. Елена Александровна, спасибо за интересную экскурсию по вашему центру. Он действительно удивительный. Настоящая мечта. Мечта каждого ребенка, каждого взрослого. Но самое главное, чтобы эти мечты сбывались. Спасибо вам, Мария. Мы ждем вас к нам в центр. Обязательно приходите всей семьей, и вы найдете здесь возможность для реализации вашей мечты. Спасибо вам, вы смотрели программу «Реальные кадры». Всего вам доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»